Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу предложить вам связать роскошный джемпер «Настоящая роскошь весны». Связан из летней пряжи полухлопковой, вяжется, девочки, на одном дыхании. Кузыр очень лаконичный, простой, позволяет вязать без заглядывания в схему, настолько он логичный, и, в общем-то, выглядит просто шикарно, согласитесь. И сейчас очень стало редкостью классический такой вариант кроя, а у нас здесь именно такая классическая модель. У нас с вами идет и пройма, и рука с закатом. То есть эта модель подойдет на любую фигуру и на любой возраст. Длину кто как хочет регулирует под себя. Здесь вот, видите, в молодежном варианте на такой укороченный вариант представлен. Ну, а для более старшего поколения этот джемпер можно связать подлиннее. Узоры с ажуром используются, но ажуры настолько неявны, девочки, что, в общем-то, его можно назвать джемпер плотной вязки. Еще хотел подчеркнуть, модель является одной из новинок. То есть я нашла ее в модном интернет-магазине. Это машинная вязка, но мы с вами будем сегодня использовать эту фотографию, эту идею для вязания спицами, то есть ручное вязание. Поэтому плотность немного будет отличаться, но в целом у нас получится, я уверена, лучше, даже красивее. Так, давайте полистаем с вами эту модельку. Смотрите, вот такой вариант я нашла в другом интернет-магазине. То есть идея та же, но исполнение немножечко другое. Хотела вот вам показать такую изюминку. Ну, а это наша с вами модель по спиночке. Она, видите, как тоже интересно, классно смотрится. Рукавчик у нас такой пышный, епископ называется. Вот, ну и, в общем-то, классика в чистом виде. Вы видите классический крой, да, еще раз подчеркивает. Хорошо смотрится. Спинка перед вяжется у нас совершенно одинаково. Приближаю вам узор, посмотрите, как это классно смотрится. У нас различия у спинки переда только в глубине выреза горловины. Вот здесь очень хорошо видно сам узор, да. Просто завораживает взгляд. Настолько он простой и очень эффектно смотрится. Я хочу вам сказать. То есть девочки, имеющие небольшой опыт мастерства, в принципе, освоят эту модель. На раз-два свяжут. Так, ну вот еще вам показываю, да, то же самое. Очень хорошо смотрится. Прям чистая классика. Мне так нравится этот вариант. И я вам его демонстрирую. Как я и говорила, укороченный вариант используется. А длину мы можем себе сами сделать. Да, ту, которая нам требуется. Все, посмотрели. Давайте. Сегодня у нас составляться будет описание на размерчики российские. 42, 44, 46, 48, 50, 52. И начинаем мы с выбора пряжи. Не, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. Их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый верх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого красивого джемпера предлагаю пряжу Этрофил Пумуклу Бэби. По лицензии Италии выполнена пряжа. Очень мягкая, прекрасная. Цвет у нас используют 720, 46. Далее. По метражу у нас 100 грамм 260 метров. И, значит, с 55% хлопок 45 акрил. Вот такая шикарная пряжа. Мне она очень нравится. Прекрасные скрутки. Из нее очень удобно вязать. Мне очень нравится качество. Спицы будем использовать 3,5. Наш узор выглядит вот таким образом. Я показываю вам полупатентную резиночку, которую мы будем использовать. Смотрите, а такая особенность. Здесь вот идет изнаночная петелька в нашем ажурном узоре. А здесь я решила применить изнаночную такую, с полупатентную. То есть в лицевом ряду у нас вяжется она с накидом и снимается, не провязывая. А в изнаночном ряду эта петелька вяжется полноценной лицевой вместе с накидом. То есть вот так она в изнаночном смотрится. Вот. Некоторым девочкам нравится, как смотрится полупатентная резинка с изнаночной стороны. Они ее на лицо переворачивают. То есть это по вашему, девочки, желанию. А так в целом у нас два жгута. Используется красивый ажурный узор. Это красивая, жемчужная называется резинка она в простонародье. Вот. А так она это просто полупатентная резиночка. Так, мои дорогие. Я думаю, что вам нравится этот узор так же, как и мне. Поскольку он очень простой, логичный. Можно вообще без схемы вязать его. И давайте как альтернативу покажу вам пряжу, которую можно заменить. Подойдет по плотности Alize Cotton Gold. Пряжа тоже полухлопковая. 100 грамм 330 метров. И подойдет по плотности и по качеству Alize Cotton Baby Soft. Ну, кроме того, вы можете взять любую пряжу полухлопковую, полушерстяную, с похожим метражом, которая, в принципе, подойдет по плотности. Так, мои хорошие, посмотрим схему. Я нарисовала. Схема узор у нас выглядит вот таким образом. Это схема ажурного узора. 21 петля имеет ширина мотива и 18 рядов высота. На фоне лицевой глади, вернее, как, это все вяжется лицевая гладь. У нас пустая клеточка, это лицевая гладь. Вот эта изнаночная петля, которая показана здесь горизонтальной черточкой по центру, вяжется полупатентной изнаночной петлей, подчеркиваю. Кружочек – это накид и треугольник прямоугольный – это две вместе лицевой с наклоном влево, и это две вместе лицевой с наклоном вправо. Вот такой вот, в принципе, несложный вариант узора. У нас второй вариант узора – это наш жгут на шести петлях, и здесь показано перекрещивание шести петель налево. Раппорт составляет шесть петель в ширину и четырнадцать рядов высота этого узора. И у нас есть с вами выкройка. Вот так она выглядит. Здесь нет размеров. Классика в чистом виде, как я уже говорила. Рука в сакатом. Пройма. Вырез по спинке, по переду. Горловины. Нижняя планка. Обо всем этом мы более подробно и детально поговорим в расчетной части после того, как определим плотность вязания. Свяжем образец, нажимаем плотность. Затем я буду подробно рассказывать, как мы располагаем с вами узоры, в какой последовательности я буду их рекомендовать, и сколько петель набираем на тот или иной размер. Например, естественно, я расскажу, сколько петель придется на вырез горловина, на пройму, сколько петель будем набирать на рукав, и, в общем-то, многое-многое другое. Здесь у нас рукав будет немножко не так сделан, девочки, а сразу большие прибавки. То есть скоса рукава здесь у нас не будет. Но об этом детально потом. Так, и дальше. Вот такое описание я все время выкладываю под видео у девочки в виде текста. Это инструкция по вязанию. Очень подробная, разработанная для вашего удобства. Я ее всегда размещаю под видео. Здесь все детально рассказано. Последственность ваших действий при вязании. Сколько петель закрываем, набираем и так далее. Смотрите под видео. Так, ну а сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца, девочки, я набрала 45 петель. У нас по центру будет вот этот красивый ажурный такой треугольничек. И с двух сторон у нас будут вязаться жгутики. И еще здесь будет полупатентная резиночка красиво использоваться. Итак, приступаем с вами и начинаем распределять петельки с первого ряда. Первый ряд у нас начинается со жгута. На шести петлях жгут. И здесь я сразу буду делать сейчас перекрещивание шести петель на лево. Я снимаю шесть петель на правую спицу. Три петли у меня будут перед работой. И три петли за работой. И я их буду менять местами. Вот так, три на три. Поменял я их местами. И все шесть вяжем лицевыми. Так, шесть петель до задействия. Дальше идет пять петель полупатентной резинкой. Вяжется следующим образом. Так, чтобы у нас плотность совпадала у лицевой глади и у полупатентного узора, обычно разная плотность. И чтобы нам это все дело уравнять, будем применять определенный вид полупатентного узора. Будьте внимательны. Делаем вот такой накид и петлю снимаем, не провязывая лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Связали таким образом пять петель. Дальше у нас начинается наш ажурный узор, который занимает двадцать одну петлю. Дальше у девочки, вяжется следующим образом. Первые восемь петель лицевые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затем вяжем две вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид, изнаночная, снова накид и две вместе лицевой с наклоном вправо. И я хотела вот что заострить внимание. Вот эту вот петлю, которая у нас идет изнаночная, что если нам ее тоже вязать, наверное, не получится. Я хотела предложить вот такой полупатентный вариант, но у нас тут накиды с двух сторон, поэтому в первом ряду давайте просто изнаночную провяжем, а далее перейдем, возможно, на полупатентное вязание этой петли. Итак, вяжем две вместе лицевой с наклоном вправо и опять восемь лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, ажурный узор по центру связан. Дальше идет снова пять петель полупатентного узора. Точно так же мы делаем накид и петлю снимаем, не провязывая лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. И далее у нас переплетение на шести петли жгута, тоже делаем шесть петель, снимаем на правую спицу, три петли перед работой, следующие три там за работой остались. То есть мы их аккуратно с помощью правой спицы возвращаем на левую. Все, поменяли местами и шесть петель провязали лицевыми. В жгуте это самый сложный ряд. Затем у нас все будет очень легко вязаться. Просто лицевые петли. Так, кромочную вяжем изнаночной. Связали первый ряд узора, перевернули и вяжем второй ряд. Я показываю наши полупатентная резинка, как вяжется в изнаночном ряду. Все остальные петли вяжутся по узору. Накиды вяжем изнаночными. Так, а сейчас мы, значит, вяжем с вами второй ряд. Я показываю, ну вот шесть изнаночных жгута и резинка наша полупатентная. Смотрите, там где у нас была петля, снятая с накидом, в изнаночном ряду вяжется лицевой петлей. Вместе они с накидом. Изнаночная. Снова петля с накидом вяжется лицевой петлей. Изнаночная. Петля с накидом лицевая. И далее пошел у нас с вами уже узор, собственно, как смотрят петли вяжем. Я больше не буду показывать, мне важно было в изнаночном ряду показать, как вяжется полупатентный узор. Все остальное вы вяжете, я уже как пояснила, как смотрят петли. Вяжем третий ряд. В жгуте шесть лицевых. Патентная резинка, повтор у нас раппорта, то есть всего два ряда заставляла. Делаем вот такой накид. Петлю снимаем, не провязывая лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. В ажурном узоре вяжем семь лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Затем вяжем две вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид и вяжем лицевую петлю. И вот про это вот изнаночную я хотела вам предложить ее связать, как в полупатентной. То есть мы вяжем в лицевом ряду накид, петлю снимаем, не провязывая. Вот. И далее вяжем лицевая, накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Семь лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ажурный узор связан. Полупатентная резинку вяжем пять петель. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. В жгуте шесть лицевых. Кромочная, изнаночная. И далее вяжем четвертый ряд, как смотрят петли в патентном узоре. Вяжем так, как я вам показывала. Все изнаночные ряды вяжутся одинаково в патентном узоре. Пятый ряд. Вяжем шесть петель жгута. Раз, два, три, четыре, пять, шесть петель жгута. Связали полупатентная резинка. Накид, петлю снимаем, не провязывая лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Далее шесть лицевых. У нас ажурный узор идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дверь вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид, две лицевые и полупатентные изнаночные у нас. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Это была середина нашего ажурного узора. Затем две лицевые. Накид, две вместе лицевой с наклоном вправо. И вяжем далее шесть лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, далее полупатентный узор. Я, наверное, не буду. Пять петель. И в жгуте шесть лицевых. Кромочную вяжем изнаночной петлей. У нас с вами седьмой ряд нашего узора красивого. Вяжем в жгуте шесть лицевых. Полупатентная резинка. Вяжем пять петель. И в нашем ажурном узоре начинаем вязать пять лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Две вместе лицевой с наклоном влево. Накид, три лицевые. Раз, два, три. Посередине вяжем накид. Петлю снимаем, не провязывая. Снова три лицевые. Две вместе лицевой с наклоном вправо. И пять лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Девочки, самостоятельно вяжем пять петель полупатентного узора. Шесть лицевых шкута. Кромочную, изнаночной. Все. Связали с вами седьмой ряд. Переворачиваем восьмой ряд. Вяжем как смотрят петли. Не забываем про полупатентный узор. И про то, чтобы в центре решили вязать ажурного узора тоже полупатентную изнаночную. Итак, у нас девятый ряд узора. Мы вяжем жгут шесть лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять петель полупатентной резинки. И далее начинается ажурный узор. Четыре лицевые. Две вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид. Четыре лицевые. Раз, два, три, четыре. В центре полупатентная изнаночная. То есть петлю снимаем вместе с накидом, не провязывая. Снова четыре лицевые. Делаем накид. И у нас с вами, кстати, здесь был пропущен накид. Так. Четыре лицевые. Делаем накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Четыре лицевые. Раз, два, три, четыре. Вот таким образом мы с вами связали ажурный узор. И далее до конца ряда пять петель. Снова вяжем полупатентные резинки. Шесть петель жгута. Вяжутся лицевыми. И кромочная изнаночная. Десятый ряд вяжем, как смотрят петли. Одиннадцатый ряд у нас, девочки. Вяжем в жгуте у нас с вами шесть лицевых. Затем идет полупатентный узор на пяти петлях. Вяжем самостоятельно. И далее начинается ажурный узор. Вяжем три лицевые. Дверь вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем накид и лицевые петли. Их пять. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь вяжем в центре ажура. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Далее опять пять лицевых. Накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. И три лицевые. Раз, два, три. Ажурный узор связан. Остались полупатентная резинка. И шесть лицевых жгута. Кромочная, изнаночная. Связали. Одиннадцатый ряд. Двенадцатый ряд вяжем по узору. Тринадцатый ряд у нас с вами вяжем. В жгуте у нас с вами продолжается. Шесть лицевых мы вяжем. Затем пять петель резинки полупатентные. И далее вяжется ажурный узор. Две лицевые. Две вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевые петли вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В центре вяжем полупатентный изнаночную. То есть накид, петлю снимаем. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Снова лицевых. Делаем накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Две лицевые. Ажурный узор связан. Остались пять петель полупатентной резинки и шесть петель лицевых жгута. Кромочная, изнаночная. Мы связали с вами тринадцатый ряд. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Вяжем по узору петли. Девочки, пятнадцатый ряд у нас с вами. Сейчас в жгуте будет повтор рапорта с первого ряда. То есть у нас с вами четырнадцать рядов жгут, вяжется рапорт, высоту. Вот, поэтому сейчас снова будут перекрещивания. Вяжем, смотрите, как кромочная. И сняли, и снова шесть петель. Снимаем на правую спицу, перекрещиваем налево. Первые три петли перед работой. Следующие три за работой. Так, поменяли их местами. И все шесть вяжем лицевыми. Вы можете использовать дополнительную спицу. Для тех, кому это сложно. Вот такого плана она выглядит. Я вам могу показать, как... Ну, вообще-то, наверное, вряд ли это вам нужно. И так вы умеете. Так, дальше делаем пять петель полупатентного узора. И первая лицевая петля, уже ажурный узор пошел. Две вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид. Вяжем лицевые петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В центре ажурного узора петлю снимаем, не провязывая с накидом. Опять раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лицевых. Делаем накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накидом лицевая петля, связанным с вами пятнадцатый ряд ажурного узора. Здесь остались у нас пять петель полупатентной резинки. И жгут, жгут, снова шесть петель, перекрещиваем налево. Сняли шесть петель на правую спицу. Первые три перед работой, следующие три за работой. И мы их меняем местами. И сейчас все шесть вяжем лицевыми. Кромочная, изнаночная. Вот такие красивые у нас с вами получаются жгутики по бокам. В центре красивый ажур. Переворачиваем шестнадцатый ряд, вяжем петли по узору. Семнадцатый у нас с вами ряд, девочки, сейчас. И мы с вами вяжем следующим образом. Жгут у нас теперь идет просто шесть лицевых. Дальше пять петель идет полупатентной резинки. И ажурный узор. Две вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид и по центру вяжем восемь лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В самом центре мы делаем с вами петлю. Снимаем, не провязывая с накидом. Опять восемь лицевых. Накид. И две вместе лицевой с наклоном вправо. Все зеркалится. Связали. Семнадцатый ряд. Это был последний ряд нашего лицевой. Последний ряд нашего рапорта ажурного узора. Далее у нас остались с вами резинка, пять петель, полупатентная, шесть петель, коса и кромочная, изнаночная. Все. Ну и восемнадцатый ряд. Вы переворачиваете петли по узору и далее повтор раппорта ажурного узора с первого ряда. Ну коса живет своей жизнью, вот этот жгут наш живет своей жизнью, у него 14 петель раппорт, 14, то есть рядов раппорт в высоту. У ажурного узора 18 рядов в высоту раппорт и потом повтор. Ну а у полупатентной резинки вообще всего два ряда раппорт в высоту. Кстати, я уже проходила как бы то, что некоторым девочкам нравится резинка, как она смотрится с изнаночной стороны. Вы можете эту идею тоже подхватить, если вам она нравится. Со значной стороны петельки получаются в резинке длинные и довольно красиво, эффектно смотрятся. Видите, они такие выпуклые. Так, ну а это такие вот витиеватые, они будут получаться с лицевой стороны. То есть выбирайте, девочки, для себя, как вам нравится. Далее такой еще момент, смотрите, вот здесь я решила применить тоже полупатентную изнаночную. А здесь я применяла обычную изнаночную в первом раппорте. По-моему, с полупатентной изнаночный узор смотрится более эффектно. Поэтому давайте, как я вам сейчас показала, так и будем делать. Не обычную изнаночную в центре вяжем, а именно полупатентную применяем. К тому же она прекрасно согласуется с нашим полупатентным узором. Вот этим по бокам. Так, мои дорогие, я думаю, что узор вам тоже довольно нравится, как и мне. Предлагаю сделать влажно-тепловую обработку образца и посчитать плотность вязания. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем его по вертикали, по горизонтали, во влажном состоянии. Надо нам распрямить, конечно же, вот эти наши жгуты по бокам. В полотне они будут совсем по-другому смотреться. Здесь по краю они как-то теряются, мне кажется. В середине полотна, я думаю, что будет другой вариант развития событий. Итак, еще раз тянем и оставляем в расправленном виде сохнуть полотно. Наш образец высох, стал вот такой красивый расправленный. Мы его сейчас измеряем шириной и высоту. Значит, по ширине 21 сантиметр и 45 петель участвует. 45 делим на 21 сантиметр, получаем 2,1. Запишем, то есть в одном сантиметре я пишу плотность по горизонтали. В одном сантиметре 2,1 петель получается. По вертикали измеряем высоту образца. 15 сантиметров. Считаем, сколько рядов у нас. Ну, у нас рапорт составляет 18 рядов. То есть здесь 35 рядов я последний ряд не довязала, девочки. Поэтому 35 мы делим с вами на 15, да, ага, на 15. И получаем 2,3. Это плотность по вертикали. И запишем в одном сантиметре 2,3 ряда. С этими цифрами сейчас мы будем проводить с вами расчеты. Так, девочки, мы будем сегодня с вами вязать вот по такой выкройке, строить расчеты. Составлять описание я буду на размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. На размер, первый размер берем с вами ширину спинки переда 48,5 сантиметров. На второй размер 53 сантиметра. И на третий размер 58,5 сантиметров. Вот такой расклад у нас с вами получается. И в петельном эквиваленте, девочки, я считала, смотрите, 2,1, у меня горизонтальная плотность. Я решила применить цифру 2. То есть вот эту одну десятую я убрала. Дело в том, что здесь у нас с вами узор был с двумя косами. Вот. И много, в принципе, лицевой глади. Когда мы это все на маленьком образце размещаем, там будет, да, такая как бы пропорция. А когда мы берем большое полотно, там будет много лицевой глади, вы поймете, когда я вам сейчас покажу распределение узоров. То, поэтому правильнее сделать в одном сантиметре 2 петли. Такую плотность взять. Так. Поэтому считала я как 48,5 умножаем на 2. Давайте 48,5 умножаем на плотность 2. И получаем 97 петель. Да. Но также я считала для других размеров. Получил 107 на второй размер, 119 петель на третий размер. Начинаем вязать снизу вверх. Вяжем планочку на высоту 6 сантиметров. И далее вяжем уже узор. Петельки будем распределять. Я здесь изобразила вот таким образом. Начну. Ну, давайте вот так. Проще начать с большого размера 50-52. Смотрите. 119 петель распределяем таким образом. По центру вяжем по центру 9 петель полупатентного узора, который мы с вами вязали на 5 петлях. Помните, да? С двух сторон 2 жгута по 6 петель лицевых. Далее идут опять с двух сторон зеркалится 5 петель полупатентной резинки. Далее идут наш раппорт узор на 21 петле. Вот этот, который мы вязали, ажурный узор. Вот этот. 21 петля ширина. Затем идёт по одной петле полупатентной резинки. Ну, такой вот полупатентной изнаночной. И далее идёт опять раппорт на 21 петле ажурный узор. Вот таким образом, плюс 2 кромочные. В сумме это 119 петель. Понятно, да? Второй размер. Смотрите. Первый и второй размер. На маленький размер, где надо 97 петель, расположение узоров точно такое же. Но вот эти вот крайние раппорты, ажурный узор, они полностью не умещаются. И мы берём только 11 петель от раппорта справа и 11 петель слева. Смотрите, каким образом. Значит, начинаем вязать. И берём 11 петель крайние вот этих левых от раппорта. То есть начнём с одной изнаночной и продолжим 11 петель. Здесь будет у нас вот эти последние петли раппорта. И заканчивать мы будем, то есть мы так же вяжем, 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 как здесь я вам сейчас объяснила. Заканчивать будем 11 петлями первыми по раппорту. То есть вот от этой петли начинаем счёт и заканчиваем вот этой изнаночной включительно. Понятно, да? Это не просто изнаночный. Мы вязали образец, и это тоже изнаночная вяжется как полупатентная изнаночная. Так, с этим мы разобрались. Для второго размера, там где у нас 107 петель, это 48 размер, 46-48 размер, смотрите, то же самое берём как для первого размера. Но начинаем с пяти лицевых и заканчиваем пятью лицевыми. А так расположение точно такой же. Вот такие мои рекомендации. Вы можете, конечно, по-своему там как-то распределить узоры по своему желанию. Это носит рекомендательный характер, как вот сейчас я вам показала. Так, дальше давайте считать. Вот мы с вами дошли до проймы. Общей длиной изделия я беру 60 см на все размеры. Мерка очень индивидуальная, и вы должны её под себя отрегулировать. При моём раскладе получается, что от нижней планки до проймы расстояние составляет 34 см. И 34 см с помощью вертикальной плотности я перевела в ряды. Получилось 78 рядов. То есть я 34 умножила на плотность 2,3. Плотность по вертикали. Когда будете вязать, очень вас прошу, не надо ничего мерить сантиметрами. Полотно не надо мерить сантиметрами. Пожалуйста, считайте ряды. После стирки, после влажно-тепловой обработки, оно станет совсем другой длины. Так происходит всегда и на всех типах пряжи. Поэтому, пожалуйста, считайте ряды. Дальше. Как мы будем закрывать пройму? В целом, всё это я описываю в описании под видео. Здесь я только обмолвлюсь, что мы будем выделять на закрытие. Первый размер 10 петель, второй 11 и третий 12 петель. Считала так же. Вот у нас на первый размер стоит глубина проймы 5 см. Я умножила, девочки, на плотность 2. Получила 10 петель. И так же считала для 2-3 размера, увеличивая по 1 петле. Вырез горловины беру 20 см. И так же считала 20 умножить на 2 будет 40. Надо взять нечетное число, поэтому добавляю 41 петля на вырез горловины. Потому что у нас используется в наборе тоже нечетное количество петель. Далее. Второй размер 43 петли и третий размер 45 петель. Это всего. Здесь надо будет закрывать особым образом, с закруглением. Как это сделать, я рассказываю в описании под видео. Читайте. Там все последовательно изложено. Ваше действие. То же самое касается выреза по переду. Высота у нас по спинке выреза составляет 2 см. По переду 7 см. На какой высоте, вот я тут измерила. Все это есть в описании под видео. Я ее так же перевожу в ряды. И так же рекомендую вам вязать, считая ряды. Дальше. Так же закругление описано подробно. Каким образом закрывать петли в описании под видео. Читайте внимательно, девочки. Там и про закругление и про закрытие средних петель. Все есть. Высоту проймы я беру первый размер 20 см. Второй 21, третий 22 см. Переходим к рукавчику. На планку нижнюю, которой мы будем тоже рекомендую вязать резинкой 1 на 1. Набираем 43, 45, 47 петель. В зависимости от размера вяжем на высоту 6 см. В последнем изнаночном ряду планки надо равномерно прибавить петли. Общее количество я посчитала в описании под видео. Здесь я просто говорю, добираем петли первый размер, чтобы было 75 петель, второй 81 петля и третий 85 петель. Вот эта ширина у меня идет на первый размер 19 см. И дальше я увеличивала там 20, 21, вернее 22, ну в общем увеличивала в зависимости от размера. И получила такое количество петель. Далее вы вяжете по прямой набранное количество петель, распределяя узоры вот таким образом. Смотрите. В принципе, середину я беру также 9 петель полупатентной резинки, с двух сторон жгуты по 6 петель. Затем идут 5 петель полупатентной резинки, также зеркально с двух сторон. И все завершается ажурным узором справа и слева, плюс 2 кромочные. В сумме это составило 75 петель на первый размер. На второй размер надо добавить 3 петли справа, 3 петли слева на распределение узоров. То есть начнем с трех лицевых, закончим тоже тремя лицевыми. И на третий размер, где 85 петель, добавляем по 5 лицевых справа, 5 лицевых слева. Вяжем. Вот такие мои рекомендации. Про окат рукава. Девочки, рекомендую вязать по выкройке в натуральную величину, если у вас мало опыта. Если у вас есть уже опыт вязания рукавов с акатом, я думаю, что вы это сделаете. Я сейчас уже вяжу, просто зная, как это сделать. А для новичков лучше сделать выкройку. Она будет многоразовая, часто используется в других моделях. Можете ее будете применять. Так что нарисуйте, не поленитесь. Очень удобно вязать, прикладывая свое полотно, вязанное каждый раз к выкройке. Будь понятно, одну ли вам здесь петлю закрывать, две ли петли закрывать. То есть в каждом втором ряду, в каждом лицевом ряду я прикладывала полотно и смотрела, сколько петель мне закрыть в этом ряду. По одной или две или три. Но в целом хочу сказать, что вот здесь у нас идет крутой подъем. По одной петле закрываются в каждом лицевом ряду. Затем по две петли уже идут, закрываются. И вот здесь в самой пологой части по три петли обычно закрываются. И затем одним махом закрывается 15-20 петель в зависимости от ширины вашего рукава. Так что вот такие вот рекомендации, очень простые. Думаю, что достаточно подробно я вам объяснила. До новых встреч, мои дорогие. Читайте описание под видео. Желаю вам удачи. Спасибо.